Всем привет! Сейчас будет обзор тюнера DVB-S2 WinQuest. Это китайский тюнер, но все-таки бюджетный, дешевый, решил все-таки сделать на него обзорчик. Сейчас мы посмотрим на комплектацию, подключим к телевизору, ну и посмотрим вообще, что это за оборот. Итак, открываем упаковку, и здесь есть такая мануалочка, простенькая, обычная, на английском языке, ничего особенного нет, такое азы и понятия все есть, только на английском. Тюнерок сейчас отложим и посмотрим на комплектации. В комплекте идет вот такой пульт дистанционного управления, вполне добротный, хороший, неплохого качества. Также в комплекте идут батарейки, это уже хорошо, что можно, не надо докупать. Ну, пульт хороший, неплохой, похожий на сантыграловские, все кнопки на месте, для мультимедиа, ну и остальные. Также в комплекте идет выносное блок питания, 12 вольт, 1 ампер. Ну, в односное это хорошо, вдруг что, можно поменять. Ну и дальше у нас, дальше у нас идет HDMI кабель. Как мы видим, в комплекте идет и HDMI кабель, и кабель тюльпана, это уже как бы хорошо. Не встречал я еще такой, я чуть-чуть в нырах, что все есть. Кабель хоть и короткий, но в принципе нормальный. Так, дальше у нас идет вот этот тюльпан с разъемом миниджек, тоже хорошо. Ну и выносной инфракрасный датчик, так как тюнер выносной, можно прятать за телевизором. Ну и больше ничего, коробочкой нет. Ну и сейчас посмотрим на сам тюнерок. Тюнер такой белого цвета, такой мантовый, пластик. Есть такой отдел для карты. Это USB выходы, USB 2.0. Один выход можно подключить Wi-Fi адаптер, к другому можно USB флешку. Также антенный вход, HDMI вход, выход под AV, и под прошивку, и под блок питания. Так что, ну вот такой удобный, неплохо смотрится такой тюнерок. Ну что, теперь посмотрим его к телевизору, и посмотрим, какое здесь меню, ну и вообще, что в нем есть. Так, подключаем, и здесь подключается такая заставка WinQuest. И сейчас мы посмотрим на меню, пройдемся кратко, и посмотрим, как он показывает. Ну, картинка неплохая, для бюджетника, в принципе, не нравится. За такую цену, с такой картинкой, неплохо. Он поддерживает формат Full HD 1080, так что, все каналы будут работать. Так, вот такой у нас список каналов. Вот, и здесь есть режим фаворит, блокировка, пропустить, двигаться, и редактор каналов. Все можно настроить по своему вкусу. Дальше по у нас меню, список радиоканалов. Ну, то же самое, как и телеканалы, так и это. Установщик таймером, видите, можно 10 таймером наставить. Тоже, если кому надо, тоже можно попользоваться и удалить все. Так, следующее у нас меню. Посмотрим, это у нас список спутников. Можно настроить спутники, которые воспринимает ваша тарелка. Вот, Hotbird Astro. Можно добавить, редактировать, удалить, сканировать спутники. Ну, и можно выставить под свои десеки. Вот, порт 2, Hotbird, например, у меня. Astro 1. Ну, вот, видите, вниз. И кнопочка, и стрелочку в сторону. Можно выбрать себе порт. Вот, сейчас покажу, как это делается. И выбрать, какой у вас порт, чтобы появился сигнал на вашем спутнике. Ну, у меня, как я уже говорил, Astro порт 1. Так, ну, мы поехали дальше. Информация о тюнере. Вот, как видите, версия прошивки. HD Micro Plus. WinQuest. Поддерживает Wi-Fi адаптер RT5370. 7601 он, к сожалению, не поддерживает. Поэтому нужно подбирать. Поддерживает 3G модемы, как вы видите. Вот, внизу написано Huawei, какие модели поддерживают данный тюнер. И модели USB LAN. Тоже, вот, видите, 3 модели, которые тоже можно подключить к этому тюнеру. Следующий раздел – это сброс на заводские настройки. И обновление USB. Также, следующий меню – это настройка языка. Там же есть настройка AV. Можно выбрать формат экрана, видеоэффекты, ну и разрешение под свой телевизор. Тоже это все можно настроить. Установка местного времени тоже. Можно настроить свое время. Родительский контроль. Можно ввести настройка меню показ септипетров, длительность показа меню и разделы избранное. Здесь можно кино, музыка, новости, ну, тоже выставить каналы, подредактировать по избранному. И следующее – подключение Wi-Fi адаптера. Как я уже говорил, нужно 7601. Он не поддерживает, поэтому, ну, что есть. Есть ping-тест. Проверите ping-подключение к интернету. Ну, и вот сама кнопка соединения, подключение Wi-Fi адаптера. Wi-Fi нужен для того, чтобы смотреть хитрый просмотр. Ну, и есть функция YouTube и IPTV. Вот есть 3G, LAN, это через USB, LAN-порт, LAN-порт. Вот YouTube. И IPTV можно поставить MP3. М3U-лист из флешки и просматривать IPTV передач. Так, следующий у нас режим у нас есть редактор ключей. Как вы видите, много разных ключиков можно повыводить. ViaCass, Verdetta, PowerU, MagraVision. Ну, вот PowerU, это если есть у вас имеется какой-нибудь ключик от канала, можно сюда вводить. Также есть BIS-ключи, тоже кому интересно. Вот редактор ключей, сейчас посмотрим. BIS-ключи, ну, некоторые уже введены, но тоже с помощью цветных кнопок тоже можно поводить себе ключики. Или с помощью bin-файла тоже прошить с USB-флешки, тоже можно установить ключики на этот ресивер. Так, дальше у нас, что у нас за меню? И протокол КС, это хитрый каршаринг, можно прописать с своего провайдера и смотреть хитрый просмотр интересующих вам каналов. Встроенного хитрого просмотра здесь нет, поэтому как-то так. Ну, что я могу сказать, за такую цену неплохой тюнерок китайский, но из-за своей бюджетности он очень доступен, поэтому можно как вариант его использовать. Вот такое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Идут еще некоторые тюнерки для обзора. Сейчас немножко почта задерживается, но скоро будет много интересных обзоров. Ну, всем пока-пока, до новых встреч.